Областные депутаты сегодня собрались на финальную перед летними отпусками сессию. Они рассмотрели более 50 вопросов. Среди наиболее важных сокращения численности областных парламентариев и подписания договора с Ненецким автономным округом о передаче государственных полномочий. Сергей Томилов продолжит тему. Главное решение сегодняшней сессии – количество народных избранников со следующего созыва может сократиться с 62 до 47. По мнению властей, это позволит сократить расходы примерно на 30 миллионов рублей в год. Мы понимаем, что у нас дефицит бюджета, поэтому, конечно, для бюджета 47 депутатов предпочтительнее, чем 62. Поэтому я считаю, что количество депутатов должно уменьшаться. Депутаты должны работать эффективнее, больше работать с людьми. И я думаю, что исполнительная власть должна тоже последовать примеру и сокращать количество чиновников. Надо переходить на эффективное управление, на системное управление. Также депутаты сразу в двух чтениях утвердили договор о разграничении государственных полномочий с Ненецким автономным округом. Срок действия договора – 7 лет. Он сегодня закрепил наши отношения по всем направлениям деятельности. Мы передаем все государственные полномочия от Архангельской области Ненецкому автономному округу. И считаем, что это абсолютно корректный, абсолютно правильный ход. Потому что, с одной стороны, мы уже прошли по этому пути, заключая отдельное соглашение. Сейчас же мы, по сути дела, для обоих регионов создали условия для развития, сохранив те социальные гарантии, социальный статус, который был у регионов по отношению к жителям. В КУАРах представители правительства области говорили о договоре как о серьезном шаге вперед. Это позволит более эффективно использовать бюджетные деньги прямо на местах. Эффективному использованию финансов был посвящен доклад и председатель контрольно-счетной палаты региона Александр Дементьева. Палаты в прошлом году были проведены проверки в 134 учреждениях. Составлено более 170 актов. Проверено использование бюджетных средств на сумму более 58 миллиардов рублей. Были направлены требования на возвращение в бюджет необоснованных расходов на сумму почти в 200 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом нарушений становится меньше, но всего лишь на 1%. По материалам контрольно-счетной палаты возбуждено 4 уголовных дела. Отметим большую часть нарушений в топливно-энергетической отрасли. Выявлено нарушение завышения объема предоставляемых в субсидии теплоснабжающих организаций на сумму 56 миллионов. Это вообще 10,8% от проверенных средств. Также депутаты утвердили новый законопроект по охране общественного порядка. В нем рассмотрен статус помощников полиции, дружинников. Закон поможет жителям сельской местности, где на десятки деревень один участковый. Теперь дружинники могут появиться в каждом населенном пункте. Прописывается вся процедура создания общественных формирований, которые будут оказывать помощь полиции и милиции в охране общественного порядка. Светессующая материально-техническая база рассмотрена. Как будет сегодня рассматриваться, когда дружиннику при охране общественного порядка нанесено, может быть, увечья. Под занавес депутаты обсудили кадровое обеспечение медицинских учреждений региона. Острого дефицита врачей в городах нет, но недостаток медработников ощущается в сельской местности. Дефицит врачей на селе связан не с вопросами заработной платы. Теперь она в среднем у врачей 45 тысяч рублей, а у среднего персонала около 20 тысяч, а с предоставлением жилья. И сейчас самая главная задача, на которой министерство сосредоточивается и надеется на помощь муниципалитетов, это закрепление специалистов, уже направленных муниципальное образование, на постоянное место жительства в этих муниципальных образованиях. Эта сессия была последней в этом политическом сезоне. Депутаты ушли на летние каникулы. В эти минуты они отмечают окончание законотворческой работы на пароходе «Гоголь». Сергей Томилов, Виктор Еремеев, Новости 24, Архангельск.